Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Русская армия, она всегда была подразделением по утилизации. Как это, где Шариков работал, отдел очистки. Они же всегда их гнали на смерть. И Екатерина II, она просто, когда сообразила, какая страна ей досталась, она начала это делать бизнес. До нефти и газа не было, они продавали солдат. До рекрутов продавали. И Суворов греб деньги, и славу. Десятки, сотни тысяч людей были. Ну просто мясо, но и мясо. Они же даже крепостные. В принципе, ничего сейчас-то не изменилось. Посмотрите, опять гонят на убой. Опять они все воют, ноют, что у них ничего нет. Хоть шанс убежать появился. Бегут, кто может. Но это Бобриха пишет, что у нас же много и обеспеченных людей. Каждый мог бы обеспечить 100, 200, 10 тех, кого могилизировать собрались. То есть, крепостное право остается. Только теперь оно уменьшилось с Екатерины II до Мышей, до Риты Симоньян. Которое призывает просто крепостных покупать таким образом. И вместо себя отправлять на Суворов в Альпы. Как раньше они делали. А теперь в Украину. Но вот это крепостное право в голове. Это тут вообще ничего не сделаешь. Это абсолютно просто ментальное дно. И они это сами демонстрируют. То есть, общество поделено на кассы, на нации высшие и низшие. По такому признаку. То есть, вот это общество по всем пунктам. По всем пунктам. Это, оно идет на разрыв. И вопрос только, когда это рванет и где. И начнет трескаться. Потому что они... Они очень, очень и между собой друг друга, мягко говоря, недолюбливают. Тут просто вопрос там в фюровской форме правления, там в истерии массовой, в безнаказанности, в типа безопасности. Но когда этот домик начнет рушиться, он рухнет очень быстро. Это, как я говорил уже, это колхоз на глиняных ногах. Вся эта их армия и вся их страна. Не потому что там чего-то не хватает, допустим, материального. Даже если всего хватало материального, где-то что-то у них есть, конечно, да. Украденного, там где-то чего-то переделанного. Но они ментально пустые и ментально злые, друг к другу в том числе. Поэтому вот русская армия, это утилизатор. Собственно, она всегда, как работала, это они утилизировали, чтобы пассионариев там и вообще любых людей, которые знают, как воевать, чтобы их внутри империи не было. Она поняла, что этот народ нужно время от времени утилизировать. Только теперь весь мир дошел до того момента, вот как Екатерина это поняла, а мир понял, что с Россией с такой иметь дело нельзя, что ее нужно коренным образом переформатировать. Так скажем, мягко, да. Они могут тявкать, они могут лаять, но ничего не происходит. Что сказал Путин, что четыре Украинские области назавжди теперь с Россией, что пора седать за сел переговоров и прекратить войну, которую мы почти начали в 2014 году. Что сказал Зеленский, что никаких переговоров с Путином не будет, с следующим президентом России будем вести переговоры. Это означает, что война будет продолжаться и поселиться, так? Ну, так, но, смотрите, тут это не от ответа Зеленского зависит. Сам крок сегодняшнего Путина – это крок все. Это крок, он просто нищует те мости, на которых еще можно было про что говорить. Про что говорить? То есть мы могли говорить про то, на каких условиях, когда и как Россия виходит из наших территорий. Сегодня он сказал, что мы никогда не выйдем из этих территорий. Ну, это называется «до побачення, встретимся на поле боя». Найкращий ответ дали Збройные силы Украины, которые уже майже оточили российское группование в Лимане. А это на секундочку 20-та общая войсковая армия РФ. И если нам удастся завершить это оточение, то это будет впервые с 1945 года, когда радянская армия была оточена через німецкого контрнаступа под Бауцином. Поэтому это такая просто надзвичайно важливая подія. Даст Бог, тримаемо кулаки за наших хлопцев и девочек. От за ними треба слідкувати. Мне много кто там пишет. От зараз что Столтенберг скажет при всей повазе. Столтенберг – настоящий друг Украины. Но слідкувати сегодня в первую очередь мы имеем за Збройными силами Украины. И от их успехов заложить то реально, когда вот этот надпись «Луганск, Украина», «Донецк», «Херсон», «Крим», «Украина», «Запорежье», «Мелитополь», «Бердянск», «Украина». От наших Збройных сил заложить, когда это станет не просто гаслом, а реальностью. Воно точно станет. Но когда – это зависит от ЗСУ, а не от жодных заяв международных. Ну и еще меня удивовала цитата и заява Зеленского, який сказав, что на РНБУ ухвалено решение про застосование санкций до физических и юридических осіб, которые причетны до войны в Украине. И президент закликал народных депутатов поддерживать законопроект щодо национализации всех российских активов. До этого времени это не сделано? Ну, на жаль, по очень многим российским олигархам не сделано, и санкции не введены, и майно не арештовано. Это окремая тема, и тема достаточно больная, потому что это касается многих, и санкций не введены против многих. Поэтому, слава Богу, правильно, нужно расширять санкции, забирать майно, все национализировать. И, естественно, что за этот час кто-то из них уже мог все это тишком-нишком витягать, або как-то все таки продать. Поэтому, шкода, знов таки, можно сказать, краще поздно, ніж никогда, иначе не прокоментуешь. Ну, Верховная Рада, я сподіваюсь, без проблем проголосує цей законопроект, потому что, дивно, зразу у нас є реакція США, США, Европа, санкции, Канада, санкции накладает на россияни. Это очень блискавично робиться, на отличие от Украины. Ну, Украина теж вводила санкции достаточно много, но нужно их вводить просто набагато еще больше. И, до речи, из США, из Канады, из ЕС, тоже есть вопрос, что многих, кто мает быть под санкциями, до сих пор не под санкциями. Я, например, сейчас делаю ответы, работаю с конгрессменами, с депутатами Европарламенту, на Держдеп, на Еврокомиссию, с прозвищами всех тех, кого нужно что-найшвидше вносить в санкционные списки. И там тоже очень много работа, и в наших закордонных партнеров тоже. Ты как? Нормально, нормально все. Слава Богу, звонил. Ты такой весь запыханный. Мы в кольце, Люба, нам пи***о скоро. Ой, там сказали, что вы держитесь. У вас приказ на смерть, да? Люба, Люба, я просто позвоню, попрощаться позвоню. Нет, нет, нет. Слышишь, никого не говорю вообще. Тут пи***о, короче, полный. У вас мало там? У нас осталось вообще с моей группы, с разведгруппы. Блядь, нахуй я говорил. Вы или пришли, короче. Что пришли? Еле пришли. Дай я с тобой наговорю, хотя бы две минуты. Мне уже по***ру, нахуй, на эту связь, в рот его ебать. Пускай нахуй пеленгует. Нет, нет. Пускай сюда прилетит, в рот его ебать. Нет. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Дякую. Продолжение следует...